Добрый день, с вами Ирина Багнюк и канал Усадьба Багира. Сегодня у нас 29 сентября и я, как обещала, показываю, как выглядит на конец лета моя пуансеттия и что с ней будет дальше, чтобы она зацвела. Значит, выглядит она замечательно, ничего за лето с ней не делалось, то есть вот я показывала, что весной. Здесь она росла, подкармливалась, была на улице, на террасе, была когда-то выносила и на улицу, когда-то просто на террасе стояла, если дождики под крышей. Вот сейчас она уже будет забираться в дом с террасы, поэтому она у меня сейчас снимается на улице, так как только буду забирать ее с террасы в дом. И что теперь делать? Значит, пуансеттия цветет всегда в конце зимы, сама по себе, когда уменьшается длительность светового дня, должно пройти время для нее и потом она будет свести. Но так как очень хочется, и она так, ну люди так назвали ее рождественской звездой и хотят, чтобы она зацвела к Рождеству, поэтому можно высчитать, значит, ей надо 8 недель сокращенного светового дня, поэтому высчитываем, когда мы хотим, чтобы она зацвела, от этого отнимаем чуть больше 8 недель, то есть 8 недель мы сокращаем. Значит, сейчас 29, значит, сегодня я начну ее уже затемнять, уменьшать ей длину светового дня, это будет в продолжении 8 недель и затемняем мы ее, то есть ей нужно обеспечить 10 часов света и 14 часов ночь. Поэтому что мы делаем? Можем взять не полиэтиленовый, любой бумажный пакет, просто в зависимости от того, какая она у вас, и просто пакетом укрывать. Но моя довольно большая и, на мой взгляд, с пакетом не очень удобно. Во-первых, свет может снизу еще как-то, если все-таки в комнате светло попадать, во-вторых, вот так укрывать будут мяться листики, в общем, мне неудобно. Я решила, что она у меня будет стоять в комнате, где шкаф для одежды есть, поэтому просто раздвинула одежду и она будет туда ставиться на ночь. Значит, где-то в 6 часов вечера мы ее убираем или укрываем, или убираем в шкаф и в 8 часов утра достаем. Если вам по времени неудобно, там, раньше уходите на работу, то, значит, раньше ее ставим и, соответственно, раньше достаем. Соответственно, на час смещаем или на 2 часа у кого как, какой распорядок дня. Вот. И такой короткий световой день в течение 10 часов и ночь в 14 часов мы соблюдаем 8 недель. В конце этих 8 недель мы должны увидеть, я делаю это впервые, поэтому сама еще не видела, чтобы домашняя моя зацвела. Вот тут вот начнут появляться маленькие-маленькие бутончики. Вот когда появятся бутончики, даже если 8 недель еще не закончились вдруг у кого-то, или наоборот, 8 недель прошло, они не появились, то держим ее дальше, также вот в темноте подольше. Как только появятся маленькие бутончики, мы увидим их, тогда уже затемнять так не надо. Ставим туда, где она должна стоять, и пусть, где она днем стоит, вернее, и пусть стоит. Бутончики начнут расти, и после этого начнут вот эти околоцветники, такие, которые красивые, красные или розовые, у кого какого она цвета, они начнут окрашиваться. Значит, почему лучше в шкаф? Потому что если она у нас стоит, например, на окне, и мы вроде закрыли шторы, и нам свет из комнаты, шторы плотные, шторы хорошо закрывают, свет из комнаты не попадает, но на нее может попадать свет от фонарей, на улице свет от фар-машин, и этого небольшого света вот в течение ночи, да, вечера и ночи, ей будет лишку. Он будет, может помешать ей зацвести. Поэтому лучше всего, на мой взгляд, я вот все это проверю, и тогда, надеюсь, как зацветет, покажу вам, и тогда скажу, сработало или нет. Но, на мой взгляд, проще именно с уборкой, потому что укрыть, убрать шкаф можно попросить и ребенка, кого угодно, да, взяли и убрали. А если, например, вы задержались с работы, да, а укрыть это более такой нежный вариант, поэтому это сложнее. Поэтому убрать шкаф и вынуть из шкафа гораздо проще, на мой взгляд, я буду делать так, ну и покажу, что будет дальше. Так что, полив тот же самый, днем она стоит, где стояла, там, она хорошо рассеянный свет любит, стоит так же, поливается так же, подкармливаем так же раз в две недели, и пускай готовится к цветению. Как зацветет, я надеюсь, я вам покажу. Подписывайтесь на канал, удачи! Подписывайтесь на канал, удачи! Продолжение следует...